Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с полезным видео. Это видео по вашему запросу. Не так давно, несколько недель назад, я делала на своем канале опрос, спрашивала вас, дорогие подписчики, какие темы вам интересны в преддверии Нового года. И вот, друзья, очень много было вопросов на тему, как мыть пол. Как всегда, надеюсь, что мой опыт будет для кого-то полезным. Начну с самого часто задаваемого вопроса. Как отмыть очень грязный пол? Чаще всего спрашивают про линолеум. У меня дома как раз линолеум, светлый. Но я, друзья, для себя нашла очень простое решение. Я свой светлый линолеум мою с обычным стиральным порошком. Значит, одну неделю я мою пол руками, следующую неделю я мою аппаратом. То есть у меня ведро и швабра. Так вот, друзья, беру порошок для машин-автомат. Он меньше пенится и не оставляет разводов на полу. Значит, беру большое ведро, 10-12 литров. И если я использую сухой порошок, то добавляю 2-3 столовые ложки. Все зависит от жесткости воды и от пенообразования вашего порошка. Может быть, достаточно будет и одной столовой ложки, но при условии, что порошок хороший. Если пол слишком грязный, друзья, то есть смысл добавить одну-две столовые ложки нашатырного спирта. Горячая вода, стиральный порошок и нашатырный спирт будет чудо-смесь для чистки пола. Значит, все будет очень быстро размягчаться и пол вы отмойте действительно без усилий. Иногда стиральный порошок я заменяю вот такими вот капсулами. Значит, эта капсула для стирки продается в магазине Фикс Пресс. Я их купила для теста, многие подписчики просили их потестировать. Но как-то для стирки у меня эти капсулы не зашли. А вот для мытья пола просто какое-то чудо. Значит, эти капсулы не дают обильной пены и они действительно очень хорошо размягчают загрязнение на полу. Причем любые засохшую пищу, жвачку, там еще что-то, вот все, что попадается, даже фломастер свежий прекрасно отмывают. Второй по популярности вопрос – это как помыть пол и очень хорошо его продезинфицировать. Друзья, по моему мнению, лучшее средство для дезинфекции пола – это обычная белизна. Можно взять белизну гель, можно взять жидкую дешевую белизну, можно взять белизну в таблетках. Я чаще всего стала покупать белизну в таблетках. Значит, обязательно к белизне я добавляю кондиционер. Кондиционер добавляю для того, чтобы он размягчил загрязнение. Но вообще все очень просто. На большое ведро воды у меня 12 литров. Я беру одну таблетку белизны и добавляю один колпачок кондиционера. Кондиционер я всегда покупаю неконцентрированный, обычно жидкий. Следующий вопрос. Марина, срочно посоветуйте, чем можно легко и без усилий отмыть пол на кухне? Жирные брызги, жирные пятна, засохшая пища, чтобы только средство не магазинное, какое-нибудь дешевое, домашнее. Ну, друзья, вот из быстрого, недорогого и домашнего я бы порекомендовала обычный посудомой. Если нужно отмыть пол на кухне, я беру ферри. Поэтому на большое ведро воды, горячей воды, я добавляю, ну, где-то примерно одну столовую ложку ферри и мою пол. Но, вот понимаете, когда магазинное средство, там, конечно, не только вот какие-то павы добавлены. Там есть еще средства, которые очень быстро расщепляют все засохшие загрязнения. Поэтому, если у вас много, допустим, какого-то липкого жира, который уже каменеет, то обязательно добавляйте нашатырный спирт. Нашатырный спирт не будет чувствоваться. Он очень летучий. Да, будете мыть, будет присутствовать запах. Но через час от нашатырного спирта не останется абсолютно никакого намека. Поэтому на ведро воды 2 столовые ложки посудомоя и 2 столовые ложки нашатырного спирта, если пол очень грязный. Следующее очень интересное письмо. Марина, переехали в новую квартиру, и там бомжатник. Значит, весь пол грязный, в каком-то липком, неотмываемом жире. Кругом дохлые тараканы, двуххвостки, мухи, комары. Чего там только нет, как это все быстро отмыть и продезинфицировать. Очень надеюсь на вашу помощь. Друзья, я однажды отмывала такой пол. И я вам, для вас снимала видео, я вам показывала 2 рецепта. Значит, я вам показывала магазинное средство, которое очень хорошо справляется с такими загрязнениями. И показывала самодельное. Сейчас остановлюсь на самодельном. Для того, чтобы отмыть очень грязный пол, вот знаете, я отмывала прям черный пол. Пол рядом с газовой плитой, рядом с окном. То есть там был вот такой вот толстый слой липкого жира, покрыт грязью, пылью. И все это уже начало каменеть. То есть прям такие серьезные загрязнения были на линолеуме, на плентусах. Все обои были грязные. И тоже вокруг была, я помню, и паутина, и какие-то двухвостки дохлые валялись. То есть нужно было все отмыть и еще продезинфицировать. Так вот, я брала таз горячей воды, добавляла туда можжевеловое мыло и добавляла скипидар. Сейчас покажу. Вот такой вот скипидар, недорогой, продается во всех хозяйственных магазинах. И вот этим вот скипидаром, вот этим вот раствором я все отмыла. Линолеум был идеально чист и он блестел. И для того, чтобы очень быстро отмыть пол, нужно взять либо щетку-скребок, либо японскую мочалку. Японская мочалка по своей текстуре как наждачная бумага. Поэтому со всеми такими засохшими стойкими загрязнениями справитесь очень-очень быстро. Следующий интересный вопрос от нескольких подписчиков. Как помыть деревянный пол на даче? Неотесанные доски. Значит, тряпка цепляется, мусор, грязь тоже забиваются в эти доски. Крайне тяжело чиститься. Что, Марина, посоветуйте? Друзья, я тоже снимала для вас такое видео в коротком формате. Давно, года два назад. Поэтому напомню вам свой совет. Беру ведро теплой воды и добавляю один бутылек глицерина. Если нет глицерина, берите кондиционер. Только добавляйте его уже 2-3 колпачка. Чтобы вода стала очень мягкой. Ну и добавляйте любое моющее средство. То есть гель для посуды, гель для тела. Вот раз мы сегодня с вами говорим о таких подручных средствах, которыми моем пол, можно взять средство для мытья пола. Я тоже его всегда покупаю. Покупаю большими канистрами. И вот к этому средству просто добавить либо глицерин, либо добавить очень много кондиционера. И вы заметите, друзья, что тряпка будет менее цепляться за пол. И вы его более тщательно промоете. И, друзья, следующий очень полезный совет. Как удалить ручку с линолеума. Значит, я перепробовала множество средств. Неплохо работает белизна. Но белизна, если у вас линолеум не светлый, может вместе с ручкой съесть еще и цвет вашего линолеума. Поэтому я попробовала кислотой. Кислота хорошо удаляет чернила. Значит, есть у меня вот такое вот средство. Это мыльно-яблочный уксус бабушки Агафьи. Покупаю в магазине Магнит. Стоит копейки, можно его сделать самим. То есть в основе здесь исключительно только уксус и хозяйственное мыло. Так вот, я попробовала. Этот мыльный уксус очень хорошо удаляет ручку из ткани и с линолеума. Все абсолютно чистое. Лучше, конечно, потом промыть лодой, потому что уксус, он высушивает линолеум. Если видео было для вас полезным, пишите об этом в комментариях. Если вы желаете, чтобы я сняла хитрости не только с полом, а, например, хитрости, как помыть потолок, как помыть стены, то ставьте плюс в комментариях. Обязательно сниму для вас такое полезное видео. Покажу, как удалить любые загрязнения с обоев, как помыть щадящим способом стены. Все подробно расскажу. И расскажу, как помыть навесной потолок. Потому что таких вопросов тоже было очень и очень много. Поэтому, если есть необходимость в таком видео, ставьте плюс. И уже примерно через неделю, может быть, даже меньше сниму продолжение. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр. Не огорчайтесь, не ругайте меня, если видео длинное. Но вот люблю я вам все это рассказывать, показывать. Есть у меня такое. Вам еще раз спасибо за просмотр. Всем пока.